Фильм Флэш от студии Warner Bros. CDC, который все еще имеет шансы выйти в 2022 году, без сомнения можно назвать самым многострадальным супергеройским проектом последней пятилетки. То производственные проблемы, то кризис жанра, а потом и скандал с Эзрой Миллером, все это ставило выход сольника Барри Алина на грань срыва. И все-таки оказывается этому фильму бы. Более того, Флэш должен стать чуть ли не самым важным фильмом для DC, ведь именно он не только внедрит идею мультивселенности, когда мы с вами сможем встретить сразу несколько Бэтменов или Джокеров в разных вариациях одновременно, то, о чем давно грезят DC-шники, но и в целом перезагрузит всю их киновселенную. А вот теперь мы наконец-то, благодаря утечкам сценария, еще и знаем, как именно это произойдет. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, как стало известно на днях, сценарий нового Флэша не только окончательно завершен, а сюжет будущего фильма менялся не раз и не два, так вот, сценарий не только завершен, но уже в общих чертах уплыл в сеть, по крайней мере, если верить ресурсам, We Got This Covered, Comic Book и ряду других. Так что предупреждаю всех о потенциальных спойлерах и перехожу к сути. А по сути, в будущем сольники мы с вами увидим, как в начале фильма погибает мать Барри Алина, и он, естественно, отправляется в прошлое, чтобы попытаться это предотвратить. Но, само собой, все не может получиться прям гладко, потому что там у нашего Флэша идет что-то не по плану, и он оказывается в куда более мрачной и суровой версии действительности, основанной на фильмах Тима Бертона, в которых Майкл Киттон играл роль Бэтмена, а Джек Николсон был Джокером, похожим на классического гангстера времен Сухого Закона в США. Недаром же всю прошлую неделю сеть обсуждала возвращение Майкла Киттона к своей легендарной роли Брюса Вейна, а буквально на днях появилась информация о том, что актер таки подписал контракт с Ворнерами, причем чуть ли не на 10 фильмов вперед. Так вот, в той темной альтернативной версии реальности оказывается, что постаревший Брюс женат на женщине-кошке, да и вообще от прежнего героя в нем мало что осталось. А нынешний Бэтмен Абрюск стал циничным и жестоким типом, совсем не похожим на прежнего готэмского героя. В какой-то момент Барри и Брюс Вейн даже станут врагами, подробности мы пока что не знаем, но потом эти двое таки объединяются, чтобы поломать эту исковерканную временную шкалу. А когда Флэш все же возвращается в свое собственное измерение, ближе к концу фильма выясняется, что он не только окончательно закрепил мультивселенные устройства мира, но и вообще изменил все и в своем родном измерении, то есть подвел нас как зрителей к переменам внутри DC, и потому что теперь у них будет сразу несколько версий каждого своего персонажа. Что же касается деталей того, что именно Барри изменит внутри своего измерения, то есть как DC-шники хотят поменять свою киновселенную, кого из нее устранить, кого наоборот внедрить и что взять за канон, таких нюансов мы, увы, пока что не знаем. Но в целом получается, что будущий Флэш не только может стать довольно жесткой историей, не похожей на то, чего большинство ожидает, но и ввести просто тиктонические изменения во всю киновселенную DC, после чего она изменится навсегда. Что же, думаю, вы заинтригованы, потому что я лично уж точно да, и теперь пришло самое время пообщаться в комментариях под этим видео. Пишите, что думаете на данный счет, ставьте пальцы вверх, и не забывайте подписываться на наш канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы впредь ничего не пропустить. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.